Уже две недели Кустанайская область находится в желтой зоне, а значит свою работу мониторинговые группы усиливают. Проверки бизнесменов пугают, поэтому они вновь и вновь обсуждают работу этих групп в палате предпринимателей Кустанайской области. Вопрос становится еще актуальнее в связи с декабрьскими большими выходными и праздниками. В течение двух лет к нам поступило много обращений от бизнеса по вопросам ограничения их работы. Также много было жалоб на действия мониторинговых групп. Буквально на прошлой неделе на площадке палаты предпринимателей мы выслушали представителей бизнеса о текущем состоянии, напомнили о необходимости соблюдать все санитарные нормы. В ходе предыдущего заседания у предпринимателей возникло много вопросов по деятельности мониторинговых групп, поэтому сегодня мы проводим повторное заседание дополнительное с участием руководителей уже мониторинговых групп. В преддверии новогодних праздников нам необходимо определиться, на что должны обращать внимание мониторинговые группы, как они должны действовать. Представители мониторинговых групп подчеркивают, что если бизнес соблюдает режим работы, соцдистанцию, масочный режим и лимит численности посетителей, то вопросам к ним нет. С начала года ими было проведено 1979 рейдов, выявлено 144 нарушения, наложено штрафов на 24 миллиона тенге. Информацию для проверок предоставляет ситуационный центр при Акимате города, куда поступают жалобы от горожан. Источником также становятся и социальные сети. Как я тоже смотрел, в прошлое совещание были вопросы, то есть то, что там якобы сотрудники мониторинговых групп заходят, там начинают выключать свет, приостанавливают проведение мероприятий. Ну, такого при мне, по крайней мере, точно не было. То есть мы как заходим, показываем акт, представляемся, сразу же показываем служебное удостоверение и, соответственно, уже потом ведем разговор с администрацией заведения. Ведется видеофиксация, то есть, соответственно, перед тем, как мы заходим на объект, то есть проходит видеофиксация, видеосъемка, то есть с датой, с указанием даты, времени и, соответственно, наименование предприятия, субъекта бизнеса. Со своей стороны представители палаты предприниматели рекомендуют бизнесменам знать правовую основу работы мониторинговых групп. Самое важное то, что рейд должен быть обязательно зарегистрирован на сайте Инфоказахстан. Акт проверки должен содержать сканированный QR-код, по которому предприниматель может убедиться в ее достоверности. Если у бизнесмена возникли сомнения, то ему необходимо обращаться к представителям мобильных групп по защите прав предпринимателей, в состав которых входят сотрудники прокуратуры. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН. Субтитры создавал DimaTorzok